Герпетическая инфекция Герпетическая инфекция Герпетическая инфекция в детском возрасте, как ветряную оспу или ветрянка. Сегодня же мы будем с вами вести речь о вирусе простого герпеса. И давайте посмотрим, так скажем, статистические данные. Это очень распространенная инфекция, и как вы видите, 90% всего населения Земли заражены вирусом герпеса, простого герпеса. При этом нужно сказать, что до 60% всех инфицированных вирусом простого герпеса, они даже и не подозревают о том, что они являются, так скажем, носителями этого вируса. И почему я сказала носителями? Потому что эта инфекция у этих людей не проявляется. То есть они и не знают, что вирус живет в их организме. Но, тем не менее, они являются носителями вируса и соответственно, они опасны, потому что они могут передавать этот вирус своим партнерам, особенно при половом контакте. И, соответственно, стать источником заражения своих партнеров. Это заболевание герпес, да, он известен очень давно. И посмотрите, что заболевание было названо и обнаружено, да, и впервые появилась какая-то информация о нем. Очень-очень давно, даже сложно представить, что это был примерно где-то сотый год до нашей эры. И занимался исследованием этой инфекции еще древнегреческий ученый Геродот. И само слово герпес означает дословно ползучая кожная язва. Да, судя по тому, какую клиническую картину мы сейчас увидим. И только в 1912 году, то есть в начале 20 века, практически 100 лет назад, был обнаружен возбудитель этой инфекции, то есть был обнаружен сам вирус. Так вот, семейство герпеса вирусов включает около 100 вирусов человека и животных, и патогенными, те, которые вызывают заболевания у человека, являются опасными у человека, являются примерно 8 типов герпес-вирусов. Что из себя представляет вирус простого герпеса? Посмотрите, ну, нужно сказать, что это ДНК-геномный вирус, то есть ДНК-содержащий вирус. Есть ДНК, есть РНК-содержащие геномные вирусы. И это симплекс-вирус, то есть как раз простой герпес. Вирус простого герпеса, и как вы видите, наиболее часто встречающиеся типы. Это вирус простого герпеса-1, здесь обозначено, и, соответственно, это вирус простого герпеса-2. Это вирусы, которые очень быстро размножаются в клетках, в клетках хозяина. Значит, проникнув в организм хозяина, они поселяются в клетках и там живут. И никогда в течение жизни хозяина они оттуда уже не исчезнут. То есть живут и находятся они там пожизненно. Извлечь их оттуда, ну вот на сегодняшний день, никоим образом невозможно. Они там живут, они размножаются. И посмотрите, где они в основном находятся, где их излюбленное место локализации в организме. Они живут в нервных ганглиях. Это их излюбленное место, нервные ганглии. И способны вызывать повреждения кожи, слизистых оболочек, самой различной локализации. Сейчас мы скажем, как вирус, который находится в нервных ганглях, так скажем, дает о себе знать, почему появляются эти клинические проявления. Но вначале давайте скажем, а как можно заразиться этой инфекцией. То есть какие есть способы передачи вируса. Их несколько. Выделяют контакт на бытовой путь. Ну многие уже знают, да, из наших вебинаров, что это за путь передачи инфекции. Вирус находится в биологических жидкостях. Содержится он и в слюне, содержится он и в слезной жидкости. А значит, заражение может произойти через обычные предметы бытовые. И при любом бытовом контакте. То есть это посуда, это полотенце, это игрушки, если мы говорим о детском возрасте. При поцелуях, да, контактный путь. Соответственно, тоже путь передачи вируса. Следующий путь передачи воздушно-капельный. Как любая другая респираторная вирусная инфекция, абсолютно так же и герпетическая инфекция может проникать в организм другого человека воздушно-капельным путем. То есть через чихание, да, происходит выделение в окружающую среду капельки носоглоточной слизи, жидкости, где как раз и находится вирус герпеса. Таким образом, возможно, заражение других лиц. Следующий путь передачи – это половой путь передачи при половых контактах. И есть еще один способ заражения вирусом. Это уже вертикальная передача от матери к плоду. И мы сегодня коснемся этого вопроса и поговорим о ситуациях, связанных с врожденным герпесом и назовем особо опасные периоды во время беременности, когда инфекция проникает в организм плода и делает его неужение жизнеспособным. Немножечко дадим характеристику вирусу. Посмотрите, это очень важно, и я хочу остановиться на этом еще раз, и давайте посмотрим, что вирус герпеса, проникнув в организм, сохраняется в организме хозяина, то есть зараженного больного человека пожизненно, всегда. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день излечиться от этой инфекции невозможно перевести эту инфекцию только, так скажем, в форму такую, да, латентное течение, когда она не дает своих рецидивов, то есть не дает обострений. Итак, вирус живет чаще всего, мы сказали, в нервных ганглях, и эти нервные ганглии чаще всего это паравортебральные, сенсорные ганглии, то есть те ганглии, само слово паравортебральные означает, что они располагаются рядом с позвоночным столбом. Соответственно, вот здесь, да, шейные отделы, грудные, поясничные, нервных ганглиев, излюбленное место локализации. Далее, из этих нервных ганглиев вирус проникает в кожу, в слизистые оболочки и вызывает, так скажем, уже клинические проявления, которые все наверняка видели, это визикулы, визикулезное высыпание. Слово визикулы означает пузырьки, пузырьки, заполненные какой-либо жидкостью. Так вот, для герпеса характерны типичные визикулы, их, как правило, много, множественно, множественные визикулы. Они возникают в результате того, что в коже, шиповидном слое эпиделия, происходит его как бы расслоение и дегенерация клеток. Визикулы вначале содержат прозрачную жидкость, а затем она через какое-то время становится мутная. И вот цикл репликации, репликация слово означает размножение, то есть цикл размножения вируса в клетке продолжается примерно 10 часов. И за это время может наступить такое состояние, как вирусомия, то есть проникновение вируса еще и в кровеносное русло. И вот здесь при наличии ослабленного иммунитета, то есть при тотально сниженной иммунной защите, когда вирус распространяется стоком крови, он может вызвать, так скажем, поражение и других органов. То есть изменения будут не только на коже и слизистых, но еще и в патологический процесс будут вовлекаться внутренние органы. Это и печень, и селезенка, и почки, и даже головной мозг. Соответственно, тогда идет речь уже о генерализации инфекции. Но это, естественно, очень тяжелое состояние. Ну и вот как раз вот я, значит, сейчас выставляю слайд, на котором вы можете увидеть наглядно, как происходит движение, распространение вируса герпеса из сенсорных нервных ганглиев. Вот давайте посмотрим. Вот здесь, да, вот в разрезе показан спинной мозг. Рядом с ним, который, как известно, находится в позвоночном столбе, поэтому ганглии называются паравертебральные. Вот они, сенсорные ганглии. Вот здесь вот находится вирус герпеса. Затем по аксонам, то есть по отросткам нервных клеток, он продвигается, и, соответственно, вот такие изменения происходят в коже и слизистых. Идет расслаивание кожи и образование уже непосредственно пузырьков, в которых этот вирус и содержится. Итак, наиболее часто герпетическая инфекция протекает с поражением кожных покровов. И даже выделяют типичные места локализации. Наиболее типичным местом локализации является область губ. И герпес так и называется. Значит, расположение на губах, лобиальный герпес. Посмотрите, герпетическая инфекция из раза в раз, то есть когда происходят рецидивы инфекции, имеют определенное место локализации. И каждый раз вот эти вот типичные пузырьки, визикулы, появляются строго на определенном месте. Это тоже характерная особенность герпетической инфекции. Иногда вот эти изменения, они могут мигрировать с одного места на другое, но все равно это локализация где-то вот в области губ. Перед тем, как появиться визикулам, пузырькам, на этом месте возникает гиперемия, то есть покраснение локальное, появляется зуд, пациент отмечает, что появляется жжение, и затем уже начинают появляться пузырьки. Сыпь, как мы сейчас с вами сказали, это группа мелких пузырьков, которые располагаются на хорошо выраженной гиперемированной поверхности. Содержимое сначала идет прозрачное, затем оно через какое-то время становится мутным, затем пузырьки вскрываются, и на месте этих пузырьков появляются язвочки. Но однако, несмотря на то, что герпетическая инфекция многократно рецидивирует, идет образование язвочек на коже, но после того, как процесс стихает, никаких изменений, никаких дефектов на коже не остается. Вот этот весь процесс от гиперемии зуда до появления пузырьков, их скрытия, появление язвочек, это, как правило, максимум дней 10. Ну, в среднем это где-то занимает весь процесс неделю. И потом все это, как правило, бесследно на коже проходит, и наступает период, так скажем, ремиссии, то есть вне обострения. На фоне появления кожных высыпаний могут быть еще и общие симптомы. Это так называемые симптомы интоксикации, потому что вирус дает о себе знать, он становится активным, выделяются продукты его жизнедеятельности, соответственно, больной человек, то есть носитель этого вируса, он может испытывать следующее состояние, как повышение температуры, то есть гипертермия, слабость, снижение работоспособности, то есть все, что мы называем интоксикацией. И при наличии вируса герпеса в том или ином месте могут в процесс вовлекаться также региональные лимфоузлы. То есть если мы говорим о расположении герпеса в области губ, то в процесс могут вовлекаться подчелюстные лимфоузлы. Это тоже говорит о проявлении острой инфекции. Ну и вот как раз здесь на представленном слайде довольно-таки подробно и поэтапно показано, как происходит развитие герпетической инфекции в области губ. То есть вначале без каких-либо изменений ощущения зуда, гиперемии, затем появление пузырьков, затем содержимое пузырьков, значит, пузырьки вскрываются, содержимое начинает выделяться, появляются язвочки, коросточки, все это, значит, становится сухим с появлением корок, и через определенное время, посмотрите, губы, основа чистая, как будто бы ничего и не было. Следующая форма герпеса – это генитальный герпес. Генитальный герпес, соответственно, вот эти вот образования, пузырьки, визикулы, они появляются в области половых органов. Соответственно, все те же проявления – зуд, жжение, неприятные ощущения, болевые ощущения могут быть, и также это симптомы интоксикации, могут вовлекаться в процесс региональной лимфоузлы, но только в данном случае это уже будут вовлекаться паховые лимфоузлы. И абсолютно так же, как в другом месте локализации, где-то примерно неделя-семь дней, на семь дней-десять дней, и все это постепенно исчезает, и опять же на слизистых не остается никаких изменений. Причем вот эти вот пузырьки герпетические, они могут быть как в области наружных половых органов, и если говорить, значит, о организме женщины, то могут располагаться и уже и внутри. То есть когда сам человек, сама женщина не видит их, то есть это может быть и на слизистой влагалище, там тоже могут быть такие вот пузырьковые образования. Следующая форма герпеса – это офтальмогерпес. Само название говорит, что герпетическая инфекция появляется в области глаз, а именно проявления затрагивают роговицу глаза. Изменения, все то же самое, да, идет образование язвенного дефекта, то есть на роговице может возникнуть язвенный дефект по истечению острого состояния, и вот здесь это может привести к тому, что будет наблюдаться ухудшение зрения. Такая вот особенность течения офтальмогерпеса. Значит, посмотрите, как часто может проявляться герпетическая инфекция. Частота обострений – это инфекция, она самая различная. Герпетическая инфекция может беспокоить человека, допустим, один-два раза в год. Какие-то высыпания, да, на губах появляются. Некоторые люди страдают от обострений гораздо чаще. И обострения могут быть и до 20 раз в год, и более. И вот в зависимости от локализации, то есть это может быть и генитальный герпес, да, который обостряется в течение года многократно. То есть от чего зависит обострение герпетической инфекции, от чего зависит, у кого-то, да, редко идет обострение, у кого-то так часто. Все зависит от наличия провоцирующих факторов. То есть те факторы, которые способствуют обострению инфекционного процесса. Какие? Ну, прежде всего, это ослабление иммунитета. Ослабление иммунитета, как правило, бывает на фоне какой-то вирусной инфекции. То есть острой респираторной вирусной инфекции. Зимний период, да, вот сейчас идет всплеск вирусных инфекций, в том числе и гриппа. Общее иммунное состояние человека ослабевает, и на этом фоне может обостриться и герпетическая инфекция. Это какие-то стрессовые факторы для организма, могут спровоцировать обострение герпеса. Что к ним относится? Ну, если говорить о физических стрессовых факторах, то к ним относится чрезмерная инсоляция. Посмотрите, инсоляция действия солнечных лучей. Чрезмерная. То есть это физический фактор действия солнечных лучей, которые мы рассматриваем как и закаливающий фактор, и говорим о больших полезных свойствах ультрафиолета. Но, тем не менее, чрезмерная инсоляция может спровоцировать развитие, вернее, обострение герпетической инфекции. Точно так же, как и переохлаждение, которое приводит к ослаблению иммунитета. У женщин обострение герпеса может возникать в предменструальный период. И закономерность обострения генитального герпеса как раз вот в предменструальный период. Установлена и такая связь. В некоторых случаях причинно-следственные связи между обострением герпеса и причина, которая бы спровоцировала это обострение, не удается обнаружить. И посмотрите, герпес часто рецидивирующий, то есть 20 раз в год и более, это часто рецидивирующий герпес. Либо распространенная форма герпеса, и мы сейчас тоже об этом будем говорить и посмотрим. Генерализованная герпетическая инфекция. Вот здесь уже при наличии такого анамнеза требуется тщательное обследование на СПИД. То есть, как вам известно, да, это синдром приобретенного иммунодефицита, это состояние, при котором ослаблены защитные силы организма, и герпес рассматривается как одно из маркерных заболеваний ВИЧ-инфекции. Поэтому здесь нужно быть очень, так скажем, внимательным. Если же речь идет о генерализованных формах герпеса, то есть тогда, когда вирус проникает в кровь, истоком крови разносится и может вызывать патологические изменения со стороны внутренних органов, то посмотрите, чаще всего, что вовлекается в патологический процесс, это легкие, и тогда идет речь уже о герпетической вирусной пневмонии. В процесс может вовлекаться печень, и тогда будет речь идти о гепатите вирусном, но в данном случае это будет герпетический гепатит. И в процесс может вовлекаться еще и ткани головного мозга, и оболочек головного мозга. Тогда уже нужно рассматривать такое состояние, как энцефалит и менингоэнцефалит. Но вот эти вот формы энцефалита и менингоэнцефалита по сравнению с другими висцеральными поражениями они встречаются относительно редко. Теперь давайте поговорим о генерализованной форме герпеса. То есть сейчас мы говорили о форме на лице герпеса, это локальный герпес. О тех высыпаниях, которые могут быть при генитальном герпесе, это все-таки локальная форма герпеса. А есть еще генерализованные формы герпеса. И вот одной из этих форм является форма, которая называется опоясывающий лишай. Опоясывающий лишай – это тоже форма герпетической инфекции. Что это за форма? Она уже вовлекает в процесс довольно большие участки тела, и ситуация уже более серьезная. Поэтому здесь характерны у пациента выраженные симптомы интоксикации, те, которые мы сейчас с вами называли. Это и повышение температуры, и слабость, и потливость, и, возможно, тошнота. И что же здесь, какие локальные изменения? Это, конечно же, тоже изжение, из зуд в области проекции, посмотрите, периферических нервных стволов. То есть вирус герпеса, он очень любит нервную ткань. Он там живет, да, в нервных структурах, нервных ганглях. То есть в области проекции периферических нервных стволов появляются высыпания на фоне, опять же, гиперемированной поверхности, возможно, отечной поверхности. Появляются множественные герпетиформные высыпания. И чаще всего они локализуются, эти высыпания, по ходу межреберных нервов, либо это по ходу ветвей тройничного нерва. А ветви тройничного нерва – это проекция на лице. Соответственно, здесь будет выраженный болевой синдром. Это группа скопления пузырьков, которые также сначала имеют прозрачное содержимое, которое затем постепенно становится мутным. Сильное жжение, зуд, хочется все это расчесать. И, конечно же, еще раз хочу сказать, выраженные болевые проявления. Ну вот, все, что мы сейчас с вами сказали, вот на этом слайде вы можете увидеть. Вот это как раз форма опоясывающего лишая, когда герпетические высыпания идут по уходу межреберных нервов. Посмотрите, какой участок кожи вовлекается в процесс. Проекция межреберных нервов. Соответственно, болевые проявления выражены, симптомы интоксикации выражены, и вообще состояние человека довольно-таки тяжелое. Теперь давайте немножечко скажем о герпетической инфекции и как она возникает у плода и у новорожденного. Ну, посмотрите. Ну, давайте сначала скажем в общем, а потом уже будем говорить о каких-то таких частных моментах. Если говорить в целом о форме герпеса, да, у плода и новорожденного, то он протекает, посмотрите, без каких-то видимых изменений на кожных покровах. Каких-то пузырьков у новорожденного где-то на коже сложно увидеть. Но у новорожденного в процесс вовлекаются внутренние органы, то есть герпетическая инфекция, она затрагивает внутренние органы, то есть висцеральные идут изменения. Это и печень, это и селезенка, в процесс вовлекаются и ткани головного мозга. И поэтому у новорожденного будет такое проявление, как гепатоспленомигалия, то есть увеличение в размерах печени и селезенки. Если в процесс вовлекается центральная нервная система, то есть речь идет о головном мозге, то, конечно же, соответствующая клиническая картина с характерной топической клиникой неврологических расстройств. У новорожденного может быть и гидроцефалия. Так вот, эта ситуация, она часто приводит к тому, что ребенок, плод, вернее, не жизнеспособен, и, соответственно, беременно заканчивается невынашиванием, либо рождением, мертворожденностью. Если же все-таки дети выживают, рождаются, то при таких глобальных изменениях это инвалидизация на всю жизнь, это ребенок отстает и в физическом развитии, и в психомоторном развитии. Но что нужно отметить? Да, мы говорим, при такой инфицированности герпеса 90% населения Земли инфицировано герпесом, и такие страшные изменения при врожденной герпетической инфекции, конечно же, встречаются, к счастью, не так часто. Почему? Потому что если мама болела герпесом до беременности, то есть у нее герпетическая инфекция была до беременности, у нее, конечно же, в крови циркулируют выработанные на вирус герпеса антитела, которые передаются ребенку. И передаются они ребенку, начиная где-то с 28 недели беременности. То есть ребенок получает иммунитет от мамы, что является его, так скажем, охранной грамотой. Вот это все, что мы сейчас здесь рассказали, это может быть, если женщина заболела герпетической инфекцией во время беременности, впервые она встретилась с ней. И наиболее опасный момент для ребенка будет, конечно же, если мама заболела герпесом в третьем триместре, потому как это уже поздние сроки беременности, и у нее до этого не было антител, и, соответственно, антитела только начинают вырабатываться, и организм ребенка их не получает, этих антител. Их просто нет, нет времени для выработки и передачи их ребенку. Соответственно, вот здесь может произойти инфицирование вирусом герпеса и плода. И тогда вот все те изменения, которые мы сейчас с вами разобрали. Теперь давайте поговорим немножечко об аюрведических моментах. Итак, герпетическая инфекция – это воспалительная реакция, это инфекционный процесс. Значит, герпес проявляется преимущественно нарушением ПИТы. Герпес ПИТа-типа проявляется выраженным лихорадочным состоянием. Соответственно, это жажда, это раздражительность, то есть все проявления ПИТы. И изызвления, те образования, которые есть, значит, у пациента, они очень выражены. Выраженная гиперемия, выраженный отек, и они очень болезненные. Это проявления герпетической инфекции по ПИТа-типу. Но герпетическая инфекция, она есть и у других представителей Конституции. То есть есть герпес и вата-типа, и герпес капха-типа. Основные проявления все те же самые. Визикулы, которые проявляются на кожных покровах или слизистых оболочек. Но посмотрите, для герпеса вата-типа, он сопровождается сухостью кожи, сухость кожи, да. И все проявления, характерные для вата-типа, то есть это запоры, это, так скажем, упадок жизненных сил, это повышенная возбудимость, которая к этому приводит. То есть это бессонница, это общие проявления. Если говорить о местных проявлениях, локальных, то язвочки, местное образование, они очень болезненные и твердые. Но выраженной гиперемии, которая характерна для ПИТа, как мы сейчас говорили, нету. И вот каких-то выраженных признаков воспалительной реакции нет. Кожные покровы сухие, они могут быть даже бледные, но никак не гиперемированные. И сами образования, они твердые. Если говорить про проявления герпеса капхотипа, то здесь посмотрите, да, даже на слайде представленном видно, что вот эти вот пузырьки, они сочатся, обильно сочатся. Выраженная гиперемия, выраженная отечность и все это сопровождается скоплением слизи в организме. Как лечить, да, герпес? Ну как лечить? Мы сказали, что вылечить невозможно, но можно сделать так, чтобы вот эту вот инфекцию загнать глубоко-глубоко-глубоко, чтобы она очень длительное время, то есть как можно реже давала о себе знать. А можно это сделать только одним способом, это укрепить иммунитет, то есть повысить защитные ресурсы своего организма. Так как мы видели, что обострение инфекции всегда происходит при ослаблении иммунитета. Посмотрите. Природные средства, которые можно использовать при лечении герпеса, это такое растение, которое наверняка вы тоже все знаете, это сасапариль, который обладает даже антивирусным действием. И сасапариль, он рекомендован при лечении всех трех типов ДОЖ. Теперь немножечко пройдемся конкретно, что рекомендуется для каждого типа конституции при герпетической инфекции. Итак, так как герпетическая инфекция наиболее характерна и выражена при дисбалансе ПИТа, то и мы начнем с лечения герпеса ПИТа типа конституции. Все направлено, все мероприятия должны быть направлены на снижение ПИТа. Но прежде всего это диета, то есть из диеты нужно удалить все, что стимулирует ПИТу, а это исключить все горячие специи, это исключается полностью алкоголь, продукты с кислым вкусом и ограничения в сладком обязательно и соответственно и сильно соленом, то есть ограничения по соли и по сахару. Специи, какие рекомендуются при герпетической инфекции ПИТа типа, ну здесь вы видите это и кориандр, а также кинза. Дальше, нужно понизить стрессированность, поэтому снимаем стресс, пытаемся обеспечить хоть какой-то покой. Дальше, местное воздействие. Местное воздействие на локальный очаг поражения используют обязательно охлаждающие травы. Охлаждающие травы можно применять даже в виде таких вот примочек. Что используется? Это горячавка, золотая печать, это опять же сасапариль. Если мы говорим о фитотерапии западной, то в качестве иммуномодуляторов применяется эхиноцея. Все вы прекрасно знаете, что эхиноцея довольно широко распространенный препарат, который можно применять и в качестве самостоятельного фито компонента, то есть заваривать. И в аптеках можно найти таблетки эхиноцея, соответственно применять их курсами как иммуностимулятор. Это касается не только герпетической инфекции, но и в целом повышения иммунного статуса. Это золотая печать, толокнянка, зимолюбка и алтей. Вот такие травы показаны для иммунокоррекции. Если говорить о лечении герпеса вата типа, то опять же начинаем с диеты. Снижаем вату, то есть он направлен на снижение ваты. Тоже нужно исключить горячие специи. Если говорить о фитотерапии, то конечно же это сасапариль, это горечи, это сок алоэ, это специи, это куркума, барбарис, сандал, применяются тоники, такие как шваганда, шатавари. И опять же применяется самостоятельно фито компонент это сасапариль, либо он используется непосредственно в составе, да, используется либо с молоком, либо с маслом ги. Дальше. Лечение герпеса по капхотипу. Какие травы здесь применяются? Здесь применяются травы, действия которых направлены на очищение печени. Это тоже, посмотрите, горечи. Это алоэ, барбарис, куркума, горячавка. И для герпеса капхотипа здесь наоборот рекомендуется горячие специи. Это красный перец, это сухой имбирь, обязательно должен входить в рацион питания. Это перец, это гвоздика и опять же это трава, которая обладает антивирусным действием, это сасапариль. То есть я многократно говорю о таком вот антивирусном действии этого растения. Дальше, посмотрите, я выделяю такой момент, как этиотропная терапия. Само название этиотропная. Этиология – это причина. То есть те мероприятия, которые будут направлены на устранение, на воздействие, на причину, которая приводит к герпесу. Ну а что это? Это, естественно, сам вирус. Опять же, мы можем только повысить иммунный статус. Поэтому, что можно порекомендовать таким пациентам? Это иммуностимулирующая терапия на период ремиссии. Укрепляем состояние для того, чтобы предотвратить вот эти рецидивы. Назначаются иммуномодуляторы. Мы их назвали, в частности, мы назвали в основном это природные иммуномодуляторы. Это различные адаптогены, иммуноглобулины. Посмотрите, в клиниках при часто рецидивирующих формах, при генерализованных формах применяется внутривенное лазерное облучение крови. Но это, конечно же, только в условиях стационара. Дальше. Широко используется физиотерапия. Ультрафиолетовое облучение показано. Ультрафиолетовое облучение показано на зону вот этих вот паравортебральных нервных ганглиев. Показано оно как в период ремиссии, так возможно и в период обострения. Потому что вирус герпеса, вообще-то, он не стоек под влиянием, не стоек, да, то есть погибает под влиянием ультрафиолета. Но все, конечно, в определенных дозах, да. Соответственно, вот это ультрафиолетовое воздействие на области паравортебральных нервных ганглиев, возможно. Это инфракрасное облучение. Это воздействие магнитотерапии и воздействие КВЧ. Ну и в связи с этим хочу сразу показать, что в рамках АПК «Видопульс» в качестве примера возьмем только такой физиотерапевтический метод, как КВЧ. И вот посмотрите, у нас есть такая нозологическая форма, которую мы сегодня разбираем. Это герпес. И вот здесь, может быть плохо видно, я выбрала как раз хронический герпес. Состояние, да, нозологическую форму. Определенная локализация, расположение в области губ. И КВЧ-терапия с указанием определенных точек и воздействием на них любым КВЧ-прибором. Как один из методов воздействия при лечении герпетической инфекции. Очень хотелось бы остановиться и на это тоже уделить внимание антигерпесной диете. Потому как от того, что мы едим, все прекрасно знаете, определяет состояние нашего организма, в том числе и состояние иммунного статуса. Так вот, антигерпесная диета должна содержать много витаминов. И мы сейчас дадим краткую характеристику вот этим витаминам. Это витамины А, С, Е и цинка, микроэлемента цинка. Обратите на это внимание. Ну и давайте так немножечко пройдемся по всем этим витаминам. Начнем с витамина А. Витамин А все вы прекрасно знаете. И здесь я привожу суточные нормы потребления этого витамина. Буду называть для взрослых, но хотя здесь я выношу различные категории, функциональные – это и беременные, и кормящие, и детский возраст. Так вот, для взрослого человека в сутки нужно употреблять 700-1000 микрограммов витамина А. Витамин А, почему так принятый, да, и здесь я тоже привожу такую вот иллюстрацию, содержится витамин А в морковке много. Да, действительно, но давайте будем себе четко понимать, что он там содержится не в активном состоянии, витамин А. Он находится там в виде провитамина, ретиналя, и соответственно, чтобы он перешел в активную форму, витамин А, а так как он жирорастворимый витамин, то нужно употреблять морковь с какими-то жирными продуктами. Ну, к примеру, если вы готовите морковный сок, то обязательно туда нужно добавить хотя бы 2 ложки сливок, как жирного продукта. Тогда этот витамин А будет усваиваться. Итак, вот здесь на этом слайде вы видите продукты, в которых витамина А достаточно много. Это все молочные продукты, потому что это жирсодержащие продукты. Но самым уникальным продуктом по содержанию белков, жиров, по наличию витаминов является, конечно же, масло сливочное. И если говорить, где содержится много витамина А, то на первом месте нужно называть не морковь, а нужно называть масло сливочное. Ну, и вот все те продукты, я их не буду перечислять, вы все их видите, здесь содержится витамин А. Дальше. Это витамин Е. Витамин Е – это тоже жирорастворимый витамин. И употребляя взрослому человеку, его нужно где-то примерно около 0,3. Обратите внимание, доза дается из расчета миллиграмм на килограмм веса. Витамин Е, так как это жирорастворимый витамин, он содержится в продуктах, может, и растительного происхождения, как видите, и продуктах животного происхождения. Это мощный антиоксидант, который защищает мембрану клеток, всех клеток нашего организма от повреждения. А повреждения бывают при любой абсолютной интоксикации, но это касается витамина А тоже, а при герпетической инфекции идет выраженная интоксикация, причем хроническая интоксикация. Поэтому, соответственно, витамин Е также является и относится к антигерпесной диете. Посмотрите, его очень много в растительных маслах, его очень много в орехах, его много в других растениях, в ягодах различных, в семенах, фруктах, и, опять же, в продуктах животного происхождения его тоже очень-очень много. Следующий витамин – это витамин С, или по-другому вы знаете, это аскорбиновая кислота. А вот аскорбиновая кислота – это уже водорастворимый витамин. Суточная потребность для взрослых людей составляет от 45 до 70 миллиграмм. Миллиграмм, то есть достаточно много витамина С нужно употреблять человеку за сутки, в течение дня. И в основном он содержится, конечно же, в различных растениях. Ну, лидерами по содержанию витамина С является шиповник, соответственно, чай с шиповником, шиповниковый отвар – прекрасный источник витамина С. Витамин С укрепляет сосудистую стенку, делает ее более прочной. Опять же, это защита от интоксикации и агрессивного действия вируса. Поэтому обязательно должен входить в диету. И мы сказали, что таким вот антигерпесным действием еще обладает микроэлемент цинк. Ну, про цинк не так много где говорится, но нужно сказать, что это очень важный микроэлемент для нашего организма. Он входит в состав и участвует в синтезе многих гормонов, участвует во многих ферментативных процессах. Но мы сегодня говорим о его роли как антигерпесной активности. В сутки человек должен употреблять его где-то 10-15 мг. Если это какие-то повышенные нагрузки на организм, в том числе это касается и при беременности, и кормящих женщин, то количество содержания цинка в рационе питания должно увеличиваться в 2-3 раза. Лидером по содержанию цинка являются морепродукты. Но помимо морепродуктов, его еще также много в различных овощах и ягодах. И, посмотрите, его много содержится в отрубях. И то, что довольно доступно для всех нас в данной отрубе, из каких продуктов, это фасоль, горох, кукуруза. И вот здесь нет, но я хочу сказать, что цинка очень много содержится в тыквенных семечках. Поэтому вот это должно быть обязательно в диете. Что еще хотелось бы отметить в плане диеты и тоже сделать, как бы на этом заострить ваше внимание. Существует так называемая противовирусная аминокислота. Аминокислоты – это тот строительный материал, без которого мы не можем жить. Соответственно, все белковое питание, которое получает организм, все белки, они в организме, белки – это сложная структура, подвергаются гидролизу многочисленными ферментами желудочно-кишечного тракта, образуются мономеры аминокислоты, и они уже в дальнейшем всасываются и идут на постройку всех клеток нашего организма. И гормонов, и ферментов, то есть обладают выраженным и в том числе и на строительство иммуноглобулинов, так как это белковая структура, то есть антител. Поэтому посмотрите, противовирусная аминокислота лизин. Сначала давайте скажем, в организм должна поступать ежедневно в количестве около 1,3 грамма. И вот эта аминокислота является незаменимой, то есть она в организме не синтезируется и должна поступать ежедневно с продуктами питания. Так вот, было установлено и проведены клинические исследования, которые доказали, что при поступлении этой аминокислоты в достаточном количестве рецидив герпеса сокращается в 2,4 раза. Это очень хороший показатель. Где содержится лизин? Лизин содержится в таких продуктах питания, вы видите, это творог, лидер по содержанию лизина, это любые другие молочные продукты, это рыба, мясо, яйца и в меньших количествах содержится, конечно же, в растительной пище, но тем не менее есть. Это бобовые, авокадо, крупы различные, курага. А с другой стороны, нужно ограничить потребление аминокислоты аргинин. Вот аргинина очень много в шоколаде и в пшеничной муке, а значит это все хлебобулочные изделия. Почему? А потому что вирус герпеса для того, чтобы ему жить и размножаться, на строительство самого вируса герпеса идет аминокислота аргинин, но вирус герпеса можно обмануть, если будет поступать большое количество лизина, потому что лизин и аргинин это две аминокислоты, которые очень похожи друг на друга. И вирус герпеса при избытке лизина начинает использовать его в качестве строительного материала, но так как это не аргинин, то воспроизводство себя у вируса герпеса не получается и он погибает. Соответственно частота рецидивов будет снижаться. Вот такие моменты, которые помогут уменьшить частоту рецидивов герпетической инфекции. Также хотелось еще сказать, что лизин, который содержится в продуктах питания, выпускается в виде самостоятельного препарата, так скажем, называется L-лизин и рекомендуется в качестве лечения герпетической инфекции. Ну какая профилактика? Профилактика герпеса. Профилактика герпеса заключается только в одном – в укреплении иммунитета, укреплении защитных сил организма. Все остальное, да, это все, что носит общий рекомендательный характер. Это избегать стрессов по мере возможности, то есть другими словами избегать всех провоцирующих моментов, которые могут способствовать возникновению обострений. Достаточный сон – это нормальный режим труда и отдыха, это конечно же закаливание организма. И если это идет период эпидемии ОРВИ, а вот именно сейчас это период эпидемии ОРВИ и гриппа, то нужно себя по максимуму обезопасить. Самые простые способы, про которые тоже многократно везде о них говорят – это сократить пребывание в каких-то людных местах, это массовые мероприятия ограничить. И хотелось бы сказать про маски, да, если человек болен вирусной инфекцией, то тот человек, который болен вирусной инфекцией, ну, он просто должен носить маску, да, для того, чтобы не распространять этот любой вирус, да, вирус респираторной вирусной инфекции в окружающую среду и не заражать огромное количество рядом находящихся с собой людей и не ослаблять их иммунитет. Ну, соответственно, общие принципы укрепления иммунитета – вот и все, что можно сказать о профилактике вируса герпеса. Ну, и, соответственно, нужно, если говорить о половом герпесе, то думать еще и о профилактике генитального герпеса, но здесь уже исключительно каждый сам решает для себя. Ну, и, как обычно, мы немножечко говорим о тех маркерах, которые могут поспособствовать диагностике герпетической инфекции при помощи аппаратно-программного комплекса «Видопульс». Локализация герпеса самая различная. Поэтому изменения, которые мы увидим, маркеры мы увидим, они тоже могут быть самыми разными. На что хотелось бы обратить внимание. Это изменения по восьмому меридиану. Это меридиан почек, который ассоциируется с энергией Так вот, в зависимости от состояния организма, этот меридиан может находиться либо в состоянии напряжения, это вот показано на левом, так скажем, скриншоте, и когда идет подавление иммунных защитных сил организма, тогда вот этот меридиан, он может находиться в состоянии такого вот истощения. Это правый скриншот. Дальше. То, что касается вкладки меридианы, то мы можем увидеть напряжение по первому меридиану. Это если идет речь о герпетической инфекции в области лица и губ. Это сочетание напряжения по первому меридиану, меридиану легкого, и, как правило, это идет изменение по бодхака-капха. Это мы уже говорим о вкладке недано-субдоша. Вот такая вот сочетанность проявлений бодхака-капха и напряжения меридиана легкого. могут, так скажем, быть маркерами при герпетической инфекции кожной локализации в области лица. И также, если мы говорим о герпетической инфекции на коже любой локализации, то в качестве маркера может выступать еще параджака-пита. Вот посмотрите, здесь она находится в таком выраженном напряжении. Это может быть локализация герпеса хоть где, в том числе и генерализованные формы в виде опоясывающей формы, опоясывающего лишея, которую мы сейчас также разбирали. Ну и, как обычно, крайне неспецифическим проявлением любого воспалительного процесса является активация вот по ракта-тхату. Ну вот, наверное, вся информация, которую я хотела рассказать о герпетической инфекции. Если есть вопросы, конечно, задавайте, я на них отвечу. Так, я вижу вопрос, вопрос задает Константин. Можно к морковному соку добавлять подсолнечное масло? Можно добавлять подсолнечное масло, это жиросодержащий продукт, соответственно, витамин А будет усваиваться лучше. Пожалуйста, если вам так нравится, то можно делать и так. Можно, допустим, жарить морковь, да, с добавлением подсолнечного масла, вот тогда витамин А будет усваиваться тоже очень хорошо. Так, Мария задает вопрос. Марина, правильно поняла, если мать болела до беременности, у нее выработаны антитела, и даже если во время беременности будет рецидив, но ребенка это не отразится. Да, по статистическим данным, во время беременности женщина может, конечно же, тоже, у нее произойти обострение герпетической инфекции, она должна находиться под наблюдением, ну, доктора, который ведет ее беременность обязательно, но антитела у нее есть, и, соответственно, защита ребенка у нее обеспечена. Да, вы правильно поняли. Так, в другой вкладке. Так, Татьяна задает вопрос. Есть ли какие-то капли для глаз при герпетическом кератите? Капли, если фармацевтические какие-то капли, аптечные, мы никогда в рамках нашего вебинара их и не называем, да, какие-то аптечные препараты. Если касается каких-то других средств, на капли состав, а, аюрведические капли вы пишете. Про аюрведические капли вот так конкретно вам не скажу, но если вы напишите мне в скайп, либо сбросите адрес своей электронной почты, я вам в индивидуальном порядке постараюсь ответить на этот вопрос. А вирус ребенку передается? Вирус ребенку передается в каком случае? В 90% случаев, если мать больна вот герпесом непосредственно в момент родов, так скажем, да, во время рождения, то 90% заражения ребенка герпетической инфекцией происходит во время прохождения через родовые пути. Если вот очаг находится в шейке матки, да, герпетическая инфекция, и в том случае, опять же, если у ребенка нет антител, да, то есть они не передались ему от матери, в 5% случаев наблюдается так называемая восходящая инфекция, то есть трансплацентарно передается вирус во время инфекции, но это, как правило, сопровождается невынашиванием беременности, то есть выкидышей, плод не жизнеспособен. И 5% случаев, когда может заразиться ребенок, это уже после рождения, это непосредственно от матери, у которой герпетическая инфекция, и она контактирует с ребенком, ну, допустим, у нее там на губах где-то вирус, она ребенка целует, то, возможно, передача инфекции, либо от медперсонала. То есть, если антитела есть, то ребенок чистый. Если у матери есть антитела, и были антитела, и они, значит, перешли ребенку, они перейдут с 28 недели беременности обязательно, ну, назовем ребенка чистым. Спасибо. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok